Другая рыцарская организация, которая образовалась в то же самое время в центре Германии, так называемый Чехтонский рыцарский орден. И во времена крестовых походов их главное место расположения был Иерусалим. Найт-темплер, рыцари храма, были организованы для охраны паломников, что идут поклоняться христианским святыням. Этих рыцарей было девять, и это не охраняли всех паломников, это была история для прикрытия. И они тоже направлялись в Иерусалим и находились там некоторое время. И они определенно что-то там нашли. И внезапно двое из них вернулись во Францию. И с того момента началось массивное расширение Найт-темпа, ордена рыцарей храма. Они начали объединять богатые семьи, создавать аристократию, и естественно, вы должны были дать им свои земли под их крылышко и так далее. Безусловно, они знали очень что-то важное, и они стали самой влиятельной организацией в Европе. Слева вы видите рыцарь храма с красным крестом на белом фоне, и слева воспитала рыцарь ордена Мальты. И вполне естественно, как результат, флагом Англии стал красный крест на белом фоне. Очень подходящий рыцарь храма Англии. Красный крест – это крест Святого Георгия, который пришел к нам из Капидосии, в наше время территория Турции. В то время это была территория Финикии. Финикийцы потом пришли в Англию и принесли с собой всю символику и знания. Итак, наступило время, это в 1037 год, когда рыцари создали мощную разветвленную сеть, что стало основой сегодняшней банковской системы. Им точно так же платили проценты на деньги, что не существует. Те же самые дела, что в сегодняшнем банковском бизнесе. Французский король Филипп Справедливый имел очень много причин, чтобы избавиться от рыцарей. И в пятницу 13-го числа, кстати, Соломенто День считается несчастным, он объявил, что рыцари будут отстранены от своих дел. Некоторые рыцари узнали об этом загоднях и убежали. Главным управителем, грандмастер рыцарского ордена был на тот момент Жак Дюмолей. По сегодняшний день существуют тайные сообщества этого Дюмолей, членами которых являются высокопоставленные политики, банкиры и так далее. Рыцари, которые бежали из Франции, согласно историческим фактам, бежали двумя направлениями. Я бы сказал, тремя, согласно последним открытым фактам. И третье направление, куда бежали, это Америка. Потому что они знали о существовании Америки задолго до того, как Кристофор Колумб получил свои первые корабли. Другое направление, куда они бежали, была Португалия, где они спрятались среди организаций, что называло себя «рыцари Христа». «Найтс оф Крайст». Один из главных правителей этого ордена был принц Генри Навигатор. И это важно очень подметить, потому что он имел доступ к знаниям, которые не были известны обычным людям. И одним из свидетельств этих важных знаний были карты мира. И вот, кстати, откуда мы находим карты Земли, как она выглядит под льдами Антарктиды. И эти карты, по определению ученых, были написаны несколько лет спустя Кристофора Колумба, 15 век. Один служащий морской навигации Пюри Рисон, его имя кажется, сказал, что эти карты были нарисованы с предыдущих карт. И в 60-е годы, когда американцы исследовали Антарктику, именно карты, используя солнечные диаграммы и наземное оборудование, и сравнивали свои карты с этими картами из 15 века, они просто были изумлены и поражены, насколько эти карты были точны. И в особенности конфигурация Земли, которая находилась с километрами подо льдом. Понятно, что древние знания существовали. Один из морских капитанов, который был близок к принцу Генри Навигатору, мастеру ордена Христа, он был тестем Кристофора Колумба. А Кристофор Колумб, бедняга, запутался, плывя в Индию и нашел Америку. И смеялись, пошутили ребята. Другое место, куда бежали рыцари, через западное побережье Ирландии, в Шотландию, так называемый замок Ротлин. Здесь они весели, недалеко от Эдинбурга. И эти места стали сейчас известны, конечно, благодаря публикациям книг того же Дэна Брауна, «Святая кровь и святая граль». Рыцари храма прятались в подземельях там некоторое время и частично возродились, как шотландская масонская лига. И в сегодняшнее время это самое большое и секретное сообщество масонов. И в Рослинзамке, недалеко от Эдинбурга, можно найти работу в камне, архитектурные постройки, детали, которые на момент их создания существовали только в Америке. Официально это еще все не раскрыто, но в книге, редкой книге одного канадского исследователя, что живет на восточном побережье, это все детально описано. Его исследования показывают, что принц Генри Сент-Клея, то есть из рода Святой Клары, которые жили в замке Рослинг, что в Шотландии, и которые перед этим бежали из Франции, род Сент-Клер были одними из первых создателей лицарского ордена Найтс-Темплер, лицарей храма. Так вот, этот принц Генри причалил Ньюфонленд, что сейчас восточное побережье Нью-Ингленд, в 1398 году, что почти сто лет до того, как Америку открыл Кристофор Колумб. Генри отлично знал, где Америка, и действовал согласно плану. С этими знаниями, уже используя возможности, официально открытые Кристофором Колумбом, иллюминати с семьей двинулись в Америку. И буквально несколько лет спустя, как Кристофор Колумб открыл Америку, Джон Коботт открыл Северную Америку. Интересное совпадение. Согласно историку масонства Пьюго, который утверждает, что Джон Коботт, реальное имя, какого было Джоанни Коботт, крутился в тех же самых секретных сообществах, что и Кристофор Колумб для них. Они открывали то, что они знали, что существует, потому что пришло время двигать этот план глобального господства дальше на Запад, в Америку. И покорение этого континента будет важным пунктом в той стадии развития, которую мы сейчас переживаем. Франсис Бейкон написал известную книгу «Новая Атлантида». Он и был основателем сети секретных сообществ. Гениальный человек, и его книга была переведена как «Согрода предсказания развития секретных сообществ Америки». Бенджамин Франклин и много других так называемых отцов-создателей Америки, они прибыли туда уже со знаниями, как агенты иллюминатий, чтобы взять власть на этом континенте. Опять-таки, Бенджамин Франклин был главной фигурой по внедрению шотландской масонской лиги в Америке. Несколько лет назад была статья в газете о реставрации дома Бенджамина Франклина. И когда вскрыли пол, они хотели там делать музей, или что, вошли они, и нашли останки десяти людей, шесть из которых были детские. Официальные объяснения были, что Бенджамин Франклин вместе со своим сожителем занимались медицинскими исследованиями. Но после перемены мы с вами откроем действительности, чем они занимались, и тогда, боюсь, объяснения будут другие. Джордж Вашингтон, другой представитель аристократии, который стал первым президентом Соединенных Штатов, в то время, когда колонизация Америки уже шла полным ходом. Он был самым-самым главным масоном. Кто-то знает, почему масоны все время посуду моют, нет? С этими передничками своими? Никто не знает. Ну, ладно. Очень серьезно они подходят к этим домашним делам, я не знаю, может, это только я, я не знаю. В любом случае, он был самым задавитым аристократом и масоном, и первый президент Америки. И надо спрыгнуть к изумлению, не могу поверить этому. Вот масонский передничек, солнышко вверху светит, мы потом все это отговорим. У вас тоже такое есть, да? Вашингтон, оказывается, еще был готским рыцарем. Как видите, посередине Красный Крест, это был знак рыцарский в большей части окружения британского монарха. Хотя идея была, это драться за независимость против британского престола. Наверное, я пришел поздно, что-то пропустил, я не знаю. Место, о котором я расскажу, является святыней для шотландской лиги масонов в Америке. И у них есть несколько лоджий в Бостоне, где в Нью-Ингленд они организовали сеть секретных сообществ, чтобы колонизировать Америку. Я уже рассказывал, что несколько лет тому назад мы вошли в одну из таких лоджий, и там был парень у входа, и мы спросили, можно ли для нас какой-нибудь тур вокруг показать, что ли как. Он нам посоветовал спросить в офисе, показал, куда идти. И мы пошли наверх по ступенькам на этаже и не могли и души туда найти в этом месте. Мы ходили туда-сюда, пытались кого-то найти, но там никого нет, ни души. Картины красивые, оборудование все, мебель. Мы камеры имеем, очень хорошие вещи. И случайно мы забрели в эту лоджию, прям как в Мэри Селект какой-то. Вот, пожалуйста, первый раз в жизни.